В прошлом году первый и последний раз в жизни снимал свадьбу. Как мне не хватало вот такого светительного прибора для камеры, для того, чтобы снимать в сумерках. Свадьба пришла гулять в кафе, и там качество картинки получилось не очень. Если бы был такой светитель, получилось бы намного лучше. Здесь светодиодики и два рассеивателя. Просто белый, матовый и делающий свечение более тёплым. Я только получил это устройство, не протестировал, вот прям с вами и начну его тестировать. Купил 4 батарейки Duracell, проверю, на сколько хватит этого освещения. Светодиоды же они мало живут, типа. За батарейки заплатил чуть ли не больше, чем за этот осветитель. Обещали, что прослужит очень долго. Сейчас проверим, как светит, мне очень интересно. Ох, нифига себе, так ослепнуть можно. Ещё собираюсь с помощью этого осветителя снимать видеообзоры на планшеты. Надеюсь, картинка будет более качественная, чем у меня сейчас. Ну, так ничего, прикольно. Сейчас попробуем. Я думал, это максимум. Оказывается, здесь ещё есть переключатель. Ещё ярче можно делать. Обалдеть. Протестировал я этот осветитель, к сожалению для моих, но что он не очень подходит, потому что недостаточно ярко светит. Зрители сразу заметили, что как-то у меня потемнело на рабочем столе, где я делаю обзоры телефонов и планшетов, поэтому снимать с его использованием больше не буду. Но снимать при недостаточной освещенности вполне можно. Вот смотрите, вот так вот шумит камера без подсветки. Но иногда надо снимать, как я говорил в самом начале обзора, например, свадьбу в тёмном кафе. Приделываем такой осветитель, включаем, и всё отлично видно. Пьяные рожи танцующих жениха и невесты будут отлично видно. Мне нравится, как он светит. Ну, камера иногда неправильно фокусируется. Тут есть ещё два режима, я тоже их уже показывал. Яркий и не очень яркий. Но, к сожалению, батарейки уже сели. Хватает на 5-6 часов примерно максимальной яркости. И после того, как батарейки на исходе, он перестаёт переключать эти режимы. Даже на почти севших батарейках неплохо ещё подсвечивает. Это я снимал своей старой камерой. Теперь я купил новую камеру. И давайте посмотрим, как этот осветитель будет работать с новой камерой. Эта камера при той же самой освещенности снимает намного лучше. Но, видите, зато когда двигаю, остаётся вот такой вот шлейф. Это, наверное, выдержку она увеличила автоматически. Я не понимаю, как это всё автоматом делается. Мне главный результат. Поэтому осветитель тоже нужен. С осветителем никакой... Это и нет. Никакого шлейфа. Всё красиво. Этот осветитель я покупал для того, чтобы снимать видеообзоры. Как предполагалось. Беру осветитель, втыкаю вот так вот в камеру. Куда направлена камера, туда светит осветитель. Всё нормально. Но оказалось, всё не так просто. В камере Sony здесь немножко другой разъём. И вот именно это крепление не подходит. Для того, чтобы это крепление подошло вот сюда, нужно вот так вот вырезать серединку у этого квадрата. Вот так вот вставить и подвинуть. Но тут возникает другая проблема. Без проблем вырезал бы серединку. Но конкретно вот в этой камере... Ну, после того, как вставил, вот эту надо закрутить. Конкретно в этой камере вот эта вот крутилка упирается вот сюда. Тоже можно было подрезать. В общем, если мне понадобится, я, конечно, подрежу и сделаю. Ну, а в ту камеру, от которой сейчас снимаю, вообще не запихать её. Если она туда входит, то... Так, как эта камера? Так. Вот эта вот упирается в регулятор зума. Получается, что со старой камерой совсем нельзя использовать. Зум подпирает. Ну, а здесь можно поизвращаться, повырезать. Но всё равно я не буду снимать обзоры с помощью этого осветителя, потому что я снял полтора обзора. Получилось не очень ярко. Это не очень светло на столе. Это сразу заметили зрители. Я вообще, хоть и криворукий, но очень изобретательный. Так как у меня не получилось в камеру запихать, я эти обзоры снял следующим образом. Взял вот такой вот фотоаппарат, куда отлично входит этот осветитель. Сейчас, подождите, попаду. Вот так вот. А сам фотоаппарат закрепил на штативе и поставил рядом с видеокамерой. Вот сюда вот эта штука закручивается, и вот эта штука вставляется уже в штатив. Но я думаю, все знают, как штатив работает. Снял полтора обзора, но темновато. Я знаю, почему темновато, и сейчас попытаюсь объяснить. У меня вот здесь вот на столе лежит прибор, называется люксметр. Измеряет освещенность вот в этой вот точке в данном случае. И смотрите, что он мне сейчас показывает. 445 люксов вот здесь вот, от вот этой галогенки, которая у меня сейчас сверху светит. Давайте выключаю лампочку и включаю осветитель, который уже немножко подсел. Что получается? В этом месте 420. Почти то же самое выдает. Вот здесь вот так же светло, как было вот сейчас как. Но вы заметили, что освещается только небольшое пространство. Если отнести этот осветитель дальше, круг будет больше. Ну, то есть, освещать будет больше, но яркость в этом месте будет меньше. То есть, этим осветителем либо выхватывать небольшой участок очень ярко, либо большой, но так, средненько. Вы уже видели, как она снимает в длинной комнате, ну, если использовать этот осветитель. Что получается? Что для съемок, обзоров телефонов, планшетов я снимать не смогу. А вот если полезу в какую-нибудь пещеру, обязательно подрежу и вставлю это в видеокамере и скажу, снято с помощью вот этого вот осветителя. Сколько же он? 580 что ли? В чем там это замирается-то? Люмен, люксы, люмены, канделы. Не грузите, не грузимы будете. Ссылку на видеоролик, который я снял с помощью этого осветителя, можете найти в описании, а также, как и ссылку на товар в магазине.